Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов и заместитель премьер-министра Пакистана, министр иностранных дел Пакистана Мохаммед Исхагдар, прибывшие с краткосрочным визитом в Кыргызстан, справились о здоровье гражданина Пакистана, проходящего лечение в НАТС-госпитале. Шахзаибу 22 года. Три месяца назад он приехал в Бишкек и стал работать на швейном производстве. Сейчас его состояние хорошее, он готовится к выписке. «Мы ежедневно навещали нашего соотечественника. Слава Богу, всё позади. У Шахзаиба всё хорошо. Сейчас он готовится к выписке. Спасибо медицинскому персоналу. Они очень хорошо ухаживали за ним». 18 мая в Национальный госпиталь, кроме Шахзаиба, обратились 17 иностранных граждан. Их состояние оценивалось как удовлетворительное. Они получили амбулаторное лечение и после были отпущены домой. «У пациента госпитализированного диагноз перелом нижней челюсти. Проведена подместная анестезия и репозиция нижней челюсти, которая прошла тоже удачно. Пациент получает стационарное лечение. Уже пациента планируем выписать. Состояние пациента удовлетворительное». Здесь же вице-премьер-министры двух стран провели переговоры и выразили удовлетворение тем, что благодаря установленному ранее прямому и постоянному межгосударственному контакту, недавние события не смогли нанести ущерб традиционно дружеским кыргызско-пакистанским отношениям. Эдиль Байсалов заверил в дружеском и доброжелательном отношении к иностранным студентам в Кыргызстане, и что все виновные в недавнем инциденте будут привлечены к ответственности. «У нас сложились крепкие связи между правительствами двух стран, а также между лидерами наших государств. Кроме того, пакистанская сторона с пониманием отнеслась к этой ситуации. И мы пришли к такому выводу, что этот кризис испытал на прочность, близость и взаимное доверие двух братских государств. И мы должны сделать всё для того, чтобы предпринять действенные меры для ещё большего сближения наших двух стран». Кроме этого, стороны обменялись мнениями и наметили ряд совместных шагов по укреплению сотрудничества в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах. Стороны также нашли взаимопонимание в необходимости межгосударственного регулирования вопросов трудовой миграции.